МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский некрополь. Прокуратура в области инициевала признание новобелецких могилок историко-мемориальным местом похованием. Жанчина – центр семьи. Ее здоровье – наиважнейшая каштулность. 14 тысяч жихарок в Гомельской области пройдут обследование на онкологичное захворывание. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння на сустрече у Сочи запросил президента России Владимира Путина в осенью наведать могилю. Дзе пройдет форум регионов Беларуси и России, передая Белта. Президент Беларуси выказал готовность подробязно обмерковать пытания двухбаковых относинов. Керовник державы завважил, что, коли сёння не удастся принять пыльные решения, да их можно будет вернуться подчас будущих мероприемствов. У свою чергу Владимир Путин констатовал, что супрацовніство помеж краинами продолжает умацоваться в тем леку формате Евразийского экономического союза. Рабочий визит керовника беларусской державы у Сочи насыщенный сустречами и переговорами. Головная падея визиту – посаджение высшейшего Евразийского экономического совета. Протягиваем выпуск. В Беларуси означали День державного герба и державного стяга. У Гомеля до свято примирковали урочистый прием детей у пионерскую организацию, а молодых людей – у Беларусский Республиканский Союз молодым. Что год новые членские билеты БРСМ уручают именно в этот день. Все лета на центральной площади Гомеля 10 молодых людей уступили у громадскую организацию. Это выпускники гимназии, студенты ВНУ и молодые специалисты предприемствов. Новенькие пионерские гальштуки так само заиграли у колер национальной символики. 30 гомельских школьников промовили урочистые обязанности и были приняты у Беларусскую Республиканскую пионерскую организацию. Гербы флаг – это визитная карточка нашей страны. А еще молодое поколение будет продолжать то, что было начато нашими родителями, дедами и прадедами. Естественно, конечно, для каждого молодого человека этот день, этот государственный праздник, он особо значимый, потому как это те самые традиции, которые мы должны хранить, должны соблюдать и передавать из поколения в поколение. Прокуратура Гомельской области Прокуратура Гомельской области инициевала признание новобелецких могилок у Гомеля гисторика мемориальным местом пахования. Каким чином народилась такая идея и на кольки складаны может быть процедура ее реализации? Отказ на это вопрос шукал Олег Сентяров. Прокуратура в области пропонувала надать статус историко-мемориальных двум местам похования. Новобелевским могилкам у Гомеля и братской могиле еврейское население в Калинкевичах. Там людей карники расстреляли в версии 41-го. Идея возникла на начале этого года, когда проводятся массовый мониторинг стану могилок. Проверка была инициирована Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Такие проверки проходили по всей территории Республики Беларусь. Мы посещали и кладбище, и братские могилы захоронения периода Великой Отечественной войны. Идея придать кладбищу Новобелевскому статус мемориального места погребения, историко-мемориального места погребения возникла, потому что оно очень интересное кладбище для нашего города. Новобелевские могилки у Гомеля были самые старые из тех, что заховали до нашего часа. Первые похования тут начались еще в другой половине 19-го года. Причем в область находятся могилы представленников трех конфессий – православных, католиков и староверов. Есть даденое, что миновито тут была перезахованная опошняя гомельская княгиня Ирина Паскевич. Але официально гэта информация не подтверждается. Зато и докладно вядомо, что миновито на гэтых могилках похованные особы, какие так само можно лечить знаковыми для Гомеля. Городские керавники, одночасовый керанюк дворанства Могилевской губернии Адольф Крушевский, знакомитый фаторов древолюционного Гомеля Болеслав Деранговский. Вот тут похованный Анисим Шакудов. Он вядом и тем, что в 20-ти годовом взрослении в 1910-м году пешим нарасывал вот такую довольно подребязную карту Гомеля. До речи, помер Анисим Шакудов уже в советский час в 1952-м. Сегодня Новобелевская могилка уже закрытая для похования. Иначе раз Гомельская краезнавца проводит тут невеликие экскурсии для знаемых. По сути, зараз гэта не окропает с часто оригинальными плитами. На Новобелевских могилках можно убачить практически усе. От валунов, які у Вогли лечатся самыми першими помниками в истории человечества, до помников у выгляде древом. У древолюционной часы такие мемориалы часто означали, что померлы належу до масонского ложа. Когда на могиле усталевывающая помник у выгляде древа со спилованными галинами, гэта означало закончение фамильного рода. На гэта же могилках знаходится братская могила воинов, які загинули пачас возвалення гордам. Разумцем, як худко будзе реализованная пропанова областной прокуратуры об наданні похованню гисторико-мемориального статусу, верагодно не веде ніхто. Одна з основных проблем – неузгодзенность дзеючых законодавчих актов, принятый у 2015 годзе постанова Совета Министров, якая прадуглеживая наданню могилкам такого статуса, часто не отповедая нормативным положением інших документов у приватности, принятому у минулом годзе Кодексу об культуре, хоть при великим жаданні вырошить можна і гэтую проблему. Нету никакого абсолютного механизма обеспечения сохранности данных объекту, которые будут приданы. І є ще нестыковки различних нормативних документів, скажем, в Кодексе о культуре отсутствует такое понятие, як історико-мемориальне кладбище. Поэтому, я думаю, здесь требуется доработка не тільки местних органов власть, ну і на республіканському уровні, щоб всю эту законодательну базу привести в соответствію. Олег Сентюров, Євген Макеенко, Телерадокомпанія Гомель. Не допустись лясных пожаров. У совязі з протяглой отсутністю опадків і высоким класам пожарной небезпеки на території Гомельской області уведена забарона на наведвані лясу. На часа її діяня зачыняються усе шлагбамы на з'їздах з дорог у лясы, усталюваються шильды з інформації об забароні і мерах адказності за її порушенні. Гэта дарэча штрафу памеры до 25 базовых величин. На гэтым тыдні ситуація у лясах і на Тарфянніках павінна палепшиться. У регіоні прогнозуються дажжі і на вальніці. Распрацовку гомельського студента працтавець на форумі ТІБА 2018. Нагадаєм, першокурснік университета ім'я Франциска Скарыны Эдуард Туманскі распрацоваў систему «Разумный дом» і абсталяваў ёю свою кватеру. Распрацовка увайшла у лік пераможца ў конкурсу «100 ідей для Беларусі». Экспозиція работ фіналістаў і пераможца ў будзі працтавліна на ТІБА 2018. Міжнародны форум адкрыўся сёння ў Мінскарэні. Другі конгрэс свабодных еканамічных зон правядуць ў рамках гомельськах еканамічнага форуму. Ё, нагадаєм, пройдзе 25 мая. Ужо вядома, што ў гомель праедуць бізнесмены і експерты з Германии, Беларусі, Казахстана, Сербії і Латвії. Удзельнікі абмяркуюць актуальныя пытанні працягненні інвістыцы і ролю СЭС ў еканамічным развіці регіонав. Новы штрых ў гарадской архітектуры Мазыра. Буддаўніша організація вышла на фінішныю прамую ў узвядзенні першай чаргі таунхаузаў. Альтернатива шмат павярховкам – двухпавярховыя дамы з загульными бокавыми стенами, убудаванным гаражом і участкам землі. На буддаўнішай пляцовцы унікальнага для гэтага района праекта пабывала здыночна група телеканала Мазыр. У микрорайоні Дразды працягваецца буддаўніцтва таунхаусаў. Забудовщык Мазыр прамботу зводзіць першай пускавы комплекс, які складаецца з чатырох дамоў. У кожным дзве двухпавярховыя кватыры, каля 154 квадратных метр ў жылой площы. Гэта три жылые пакои, дзве гардеробныя на другім паверся, плюс гастёўня, кухня і яшчы адна гардеробная на першым. А яшчы – усе піравагі пражывання ў приватным доме. Это небольшой на свой приусадзібный участок, это наличие в доме своего гаража, это наличие своего отдельного входа, ну и небольшого личного пространства. То, чего не можыццебе пазволіць наш жыцель или наш гражданин в многоквартирном жыле. Будовнікі кажуть, мазыра нестікавасцю аднесліся до новой пропановы. Уже заключены 4 договоры долевого будовніцтва. Жыдаючых больша лепаколь, людзі назіраюцца реалізація праекта. Сьогодні есць нікторые самненіў в том, шо строительство візецца в чистом поле, хзе нету ни подъездов, ни инженерных шіцей. Есць нікторые самненіў. Я думаю, месяц-два мы эти самненіў развеем, когда здесь можна будет нормально заехаць, когда будзе сделана дорога, когда будзе стоят ограждэння церриторія ціх дамов, падходы будзе обеспечені, ну і ўжа будзе выполняцца работы по отделке фасадов. Першую чаргу з 4 дамоў плануюць здаць ў Верасні. Калі пропанова зацікавіць великую колькаць гараджан, будовніцтва працягніцца. Олесі Рудзянкова, телерадиокампанія Гумільпри, патрынцы, телерадиокампанія Мазыр. Шарах мероприемства, які пройдуць ў нашам регіоні на гэтым тыдні, будзе прысвечэны Межнародному дню сямўі. Свято сё літа будзе означацца ў 25-ый раз. Зразуміла, што ў кожна сямўі павініць не толькі здоровы психологічны клімат, але і клопатаб фізічным здорове. Так заутра ў Межнародный дзень сямўі медыкі арганізуюць шырах прамых ліній. Пытання, што тычыцца здоровья сямўі і дзятей, можна будзе задаць загадшыку адзілення аховы рэпродуктыўнага здоровья обласнога центра шлюб і сямўя Наталі Грамыка. Прамая лінія будзе дзейнічаць с 13 до 15 гадзін. Нумар телефона ў Гомілі 20 77 40. А крамя тагоць с 10 до 12 гадзін на пытання насельніства будзе адказываць валіологі і психологі обласнога центра ёенны, епідеміалогі і грамадзках здароўя. Звертацца можна па номарах телефонаў 33 57 24 альбо 33 57 82. До Межнародного дзня сямўі праміркавалі і яшы адно важные мерапрыємства. Сёння ў Республиканскім навуково-практичным центры радіаційной медыцыны і екалогі чалавека адбывся круглы стол, на якім спеціалісты обміркавалі ў тым лікуі новыя перспективныя метады контролю жанручага здароўя. Наприклад, тут реалізуюць сумесны з адальянцамі праект, дзякуючы якому жанчыны репродуктивныга узросту проходзіць скринінгове абслідування на выявленні схильності до онкології. Подробязності ў Марины Джалай. У праекту ключын някалькі району Гомільшына, так само на Вабелецкі району Гомілі набыта 14 тыс. спеціальніх тестов. Єнэди памагуць выявіць вірус папіломы чалавека, за якого ў жанчын могуць развівацца паюне онкологічныя захворванні. Справа ідзі абраку шыікі маткі, аго выклікае вірус папіломы чалавека высокой онкагенный рызыкі. Обслідування, якое для жанчын згодно умовам праекта будзе басплатным, пройдуць жыхаркі на Вабелецце, так само Добружськага, Веткавськага, Чашэрськага і Хойніцкага районав. Єслі і ес вірус папіломы чалавека методом жидкостной цитології с паралельним определением віруса папіломы 16-18 типа, который являється етеологією возникновення раковых образований, естественно, выполняються у нас в теченні, ну, как правило, 3-4 дня, чуть дольше выполняються 16-18, определение 16-18 типа, ну, где-то через неделю у жанчыны буде ответ о результатах её исследования. Отповідний договор РНПЦ заключу з итальянським ротереклубом. Перший этап уключав стажировку специалистів центра у итальянській клініці. Другі – поставку 4-х кальпаскопів і закупку саміх тестів. Зараза ключне стадо непосрідно в виконаннях цих тестів. Захворюємось на рак шейкі маткі і сміаротність ад'яго в Беларусі лічиться в высокую поравнанні з європейскімі країнами. Наприклад, у Італиї скринінг на выявління раку шейкі маткі проводяться усім жанчынам. Пап-тест, он, как бы, предусматриває обслідування і може виявляєть болізні на первій фазі, виявляєть на клеточному уравні, т.е. появління раковых кліток. Рашені развівається ціально важний праєкт прайнімала Міністерство Аховы здоров'я Беларусі. Зараз скринінгві дослідвання проводяться по 4-х на кірунках. Не не тічіться попереджування альборанніга виявління онкологічних захворювання, які можна эффективно і адносно худко лячыць. Алена Богдан, член президуума Беларусського Союза Жаншин, працює у Міністерстві Аховы здоров'я. Яна адказывається за усі акції мероприємстві Союза Жаншин, накіровані на заховання здоров'я беларусів. Скринінг онкологічних заболівань є одним із основних направлений по ранньому виявлению онкологічній патології в системі здравоохранення. Ми сьогодні говоримо о 4-х видах скринінга. Первый – це скринінг предстательной желези, ракопредстательной желези, скринінг улоректального рака, скринінг рака шейки матки і скринінг рака молочной желези. Доказано, що при раннем виявлении первая і вторая стадія в цих локалізаціях наблюдається наибольший процент излечувамості і наибольший процент выжувамості при цьому ракі. Здоровая Жаншин – це здорові діти і здоровая нація. Распоцюджувати інформацію об жанночем здоров'ї, сучасних методах контролю і профілактики смяротно-небезпечних захворювань – одна з місії Союза Жаншин. Саме цінне, що у нас їх є, це наше здоров'я. І дуже важливо його сохранять. А женське здоров'я, здоровая жінчина, здоровая нація – це важна вдвойне. Будуть здорові жінчини, будуть рожати, будуть рождаємось, будуть хороші сім'ї. Проект охопливає жаншин во взросці від 18 до 55 годів. Термін реалізації – 3 годи. У будучшому яго планують розповсюдзіць на інші райони у Гомільській області. Марина Джалая, Валері Гапанько, телерадиокампанія «Гоміль». Стогадовий юбілеї значила былая супрацівниця телерадиокампанії «Гоміль» Серафіма Васильівна Кунцевіч. Сьогодні з віншаваннямі до яє завітали гості. До їх долучилася і наша здимічная бригада. Серафіма Васильівна Кунцевіч народілася у шмадзетній сям'ї. У яєбло восім братів і сястер. Сьогодні ваколі яє маль столькі ж родних – дачка і сын, двоє внуків, троє – правнуків. Усі клопотяться, наведуються у гості і збіраються за адным столом. Восі зараз нагоди, што не наюсть шановне. Серафіма Васильівна знов усіх збірає разом. До сям'ї з віншаваннямі долучаються і офіційнія гості. Перш-наперш – уручання пашпорту і підпис у новім документі. У 100 гаду так само можна починать життє з нового листа. Наша мама по характеру дуже добрая, прекрасно відносилась к нам дітям, дала всі свої сіли, виспитуваючи нас. В то тяжеле время даже. А вторе, ми кажуть, саме головне, її успіх долголеття, що она дуже тудолюбива. Сакрет довголеття – просто любов до праці, добрыня і клопот прабліських. Дареч, зараз у центральному районі Гоміля проживаються 4 жанчини, яким уже сповнилося 100 гадов. Приємно означать, що дві з їх були супрацівніці телерадоя компанії «Гоміль». Ад нашого предприємства Серафіма Васильівна так само прийняла подарунки і теплі слови подяки за працю, сама данасть і добрі справи. Поздравляєм! Пасіба! Югіння Кухаронак, Василя Сіпцов, телерадоя компанія «Гоміль». Каманда гомільських школьнікаў признана лепшій Україні па выніках інтелектуальніх турніраў ў гэтым навучальнім годі. Їх узнагородзіли В'ялікім Кубкам Беларусі у категориї «Ювеналы». Тыгры у лінійку – зборная хлопчиків і дзяучынак, яких треніруюць Леонід і Тамара Климовічы. Каманда займаецца ў клубі інтелектуальніх гульняў «Белая рысь» і не раз становілася пераможцца ў споборніствах знавццаў і телевізійных праектах. У минулым сезоні юные эрудыты ўжо становіліся чемпіонами Беларусі і цяпер подтвердзіли свою кемлівасть ў старайшай узроставі категории. Такі поспіх вынік сумесная праца школьнікаў і вопытных педагогаў на протягу п'яти гаду. Мы участвованы протяжені года в множество турніров, з каторые начислились очки. И по результатам начислення тих очков мы заняли первое место. Два турніра в Гомелі, один в Логойске, один в Полоцке. І один проводзілся синхронно по всей республіке. Ну, мы его теж играли в Гомелі. І один в Мінске. У Знагороду гомельскіе тыгры отримали ваурашисты абстануцы пачас чемпіонату Республікі Беларусь па інтелектуальніх гульнях, які проходзі ў Мазыры. І до новинок кампаній. Гандлівая сетка «Еуроопт» протягвае ваконвать жадання сваїх пакупніков. Сирот пераможців 66-го і 67-го тура гульній удача у прадачу з «Еуроопт» єсті наші землякі. Падрабязнасті розыгрышу ў наступній матеріалі. Две неділя удачі в режимі нон-стоп. В 66-м і 67-м турах игры «Удача в прадачу» от «Еуроопт» были разыграны две квартиры в Мінскі, одна із которых двухкомнатная, а також шесть автомобілей «Ниссан Джук» і більше 70 тисяч денежних призов. Що интересно, в обоих турах главными победителями стали «Молодые мамы» в декрете. В 66-м туре недвижимость в столице досталась жительнице города «Старые дороги» Минской області Зарине Лис. А накануне Дня Победы в 67-м праздничном розыгрыше менчанка Наталья Бандик, мама четверых детей, выиграла особенный приз двухкомнатную квартиру в Минске. Не ожидали, конечно. Ну, радость, да, большая, что вырубили квартиру. Конечно, чтобы детки жили отдельно. Детей у нас много, поэтому решим все это жилищный вопрос. Также в течение прошедших двух недель благодаря игре «Удача в придачу» стало больше на целых шесть автомобилей. Причем в 66-м туре ключи от трех новеньких внедорожников «Ниссан Джук» достались молодым мамам. Все три прекрасные дамы Минчанка Виктория Самович, Татьяна Богданова из городка Витебской области и Анна Колобухова из Гродно не скрывают. Практичный семейный автомобиль им обязательно пригодится. А вот в 67-м туре обладателями авто стали напротив представители сильного пола. Тройку «Ниссан Джук» выиграли Минчанин Антон Лабзин, житель Гродно Олег Кулевич и Николай Остопович из агрогородка Поколюбичи Гомельского района. Каково это за свои самые обычные покупки стать обладателем стильного авто? Расскажут сами победители. Трое деток ездить на всякие мероприятия, возить куда-нибудь детей, на кружки. Мечтали о машине, мечтали, всегда говорила, это наша судьба, мы обязательно выиграем. Радовались мы, кричали, ну, это просто не объяснить словами, не рассказать, что это было. Нам не хватило одной цифры для того, чтобы выиграть квартиру в Минске. Но спустя 3-4 месяца удача нас достигла. Ведущий сказал фамилию свою, и я тогда сказал, что да, оно, наверное, все-таки произошло это. Я ждал этого, и вот оно произошло. Переполняла радость, то есть, честно сказать, не ожидал. Игра «Удача в придачу» не устает удивлять и радовать своих участников. В течение двух прошедших недель каждый игровой ход испытывал удачу дважды. В ежедневном розыгрыше денежных призов и в розыгрыше супер-призов трех авто и квартира в Минске. Каждый день среди покупателей Евроопт бруснички, е-доставки и гипермола разыгрывались более пяти тысяч денежных призов, а претендовали на них игровые коды, полученные за покупки прошлого дня. И уже 10 мая обладатели крупных денежных выигрышей по 500 и 1000 рублей приехали в гипермаркеты своих областных центров, чтобы получить свой приз. Самусевич Наталья Николаевна приехала из Солигорска, сейчас на данный момент в декретном отпуске. Якубчик Антон Игоревич, приехали с Барановичей, работаем специалист по продаже. Картельна Галина Александровна, живу в Минске, пенсионерка. Филипчик Сергей Евгеньевич, проживаю в городе Минске, работаю простым водителем скорой помощи. Готовка Татьяна Анатольевна, город Молодечна, работаю замначальником страховой компании. За более чем два года в игре «Удача в придачу с Евроопт» было разыграно призов на общую сумму свыше 16 миллионов долларов, среди них 47 квартир и 182 автомобиля. Каждый чек на сумму от 10 рублей с товаром «Удача» на следующий день после совершения покупки примет участие в розыгрыше более 5000 денежных призов. Розыгрыши транслируются каждый день в 17.20 на сайте европ.бюай. А во вторник, 15 мая, все игровые коды, полученные на прошлой неделе, будут претендовать еще и на супер-призы 68-го тура, квартиру в Минске и три автомобиля «Хёндэк». Сотни тысяч белорусов поверили в «Удачу» и разгадали ее простой секрет. Нужно всего лишь захватить товар «Удача», совершая обычные покупки в «Евроопт». ГТ и иншие новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресі www.tv.org.by Далее у эфиры «Дефакта» и «Спортивный огляд». Я же с вами развитываюся. Усего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Дефакта» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Более полусотни спасателей и 16 спецмашин. В деревне Уза на Пилараме произошел пожар. Огонь грозил перекинуться на соседние строения, а также лес. К моменту прибытия первых подразделений МЧС пожар охватил уже 500 квадратных метров территории предприятия. Пламя поднималось высоко в небо. К счастью, все рабочие успели покинуть территорию и не пострадали. Сложности при тушении создавали погодные условия. Тушение пожара было осложнено отдаленностью водоисточников от места возникновения пожара. Сильные порывы ветра создавали угрозу распространения пламени на ближайшие цеха готовую продукцию и лесной массив. В ликвидации пожара приняло участие 16 единиц техники и более 60 работников МЧС. С огнем пришлось бороться и в Гомеле. Инцидент произошел на улице 50 лет завода Гомсельмаш. В одной из девяти этажек горела квартира. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены хозяин квартиры пенсионер 1941 года рождения и его сын 1973 года рождения. Мужчины были переданы работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми госпитализированы медицинские учреждения. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Не менее горячей была обстановка в предвыходные и выходные дни на дорогах региона. Зарегистрировано 75 ДТП, не обошлось без погибших и пострадавших. Так, в Петриковском районе авария произошла на 247-м километре автодороги М8 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин. По предварительной версии 63-летняя женщина-водитель за рулем своего «Фольксваген Гольф» не справилась с управлением. Выехала на полосу встречного движения, где совершилось столкновение. В результате происшествия женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Трагедии едва не случилось на пересечении улиц Первомайская, Борташова, в Жлобине. Там под колесом москвича попал трехлетний мальчик. На дороге ребенок оказался внезапно. Он гулял с мамой, вырвался и выбежал на перекресток. В результате наезда мальчик с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я, Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В седьмом туре чемпионата Беларуси и высшей лиги футбольный клуб Гомель на своем поле сыграл в ничью с Жодинским Торпедо Белас. Зелено-белым на старте нынешнего сезона с трудом даются и набранные очки и забитые голы. За шесть матчей в копилке команды Вячеслава Геращенко было два гола и три очка. Как итог, 12-я позиция в турнирной таблице. Жодинцы обитают куда выше. Пятое место. Отчетный матч обе команды начали осторожно. Зелено-белые внимательно действовали на своей половине поля и до Олега Ковалева мяч доходил редко. Правда, и сами хозяева в атаке себя особо не проявляли. Все изменилось с выходом на поле на 66-й минуте Мохаммеда Канате. Самые опасные моменты у ворот торпеда случились при непосредственном участии воистского нападающего. В целом, в концовке игра оживилась. Желание вырвать победу на флажке вынудило обе команды немного раскрыться. Правда, до забитых мячей дело так и не дошло. 0-0. Ну, можно потерять очки, если ты что-то сделал, но когда ты ничего не сделал в атаке, говорить о том, что потерял, ну, стыдно. Поэтому здесь просто скажу, что не хочется ничего говорить по самой игре. Она была не очень хорошая. Первый тайм, наверное, получился не совсем зрелищный. Много борьбы, много единоборств, мало моментов. Второй тайм игра немножко раскрылась. Опять-таки, по моему мнению, с нашей стороны мы имели очень хорошие перспективные контратаки, имели моменты для взятия ворот, но, к сожалению, наша старая болезнь пока не проходит. Порадовала игра в обороне. Опять-таки, повторюсь, что очень мощная, квалифицированная, хорошая команда, но мы ей, по сути, не дали и полушаться. Одержать первую победу Гомель попытается в восьмом туре на домашнем газоне 21 мая. Зелено-белые встретятся с еще одним обитателем верха турнирной таблицы Гродненским Неманом. Женская команда гонбольного клуба Гомель серебряный призер чемпионата Беларуси по гонболу. В заключительном матче сезона подопечные Тома Жачатера уступили на выезде БМТУ БелАЗ. 21-29 и официально сложили с себя полномочия чемпиона. 17-18 мая в Минске во дворце спорта Уруччи состоится финал четырех розыгрыша Кубка страны. Гомель, напомню, три года к ряду завоевывал трофей. В полуфинале гомельчанки 17 мая сыграют с городничанкой. Финалы матча за третье место состоятся на следующий день. Представители Гомельской области завоевали четыре золотые награды на международном турнире по боксу, посвященном Дню Победы. Состязания проходили в Гомеле. Победителями соревнований стали Эмил Алиев, Андрей Мельников, Сергей Попелюха и Виктория Кебикова. А вот Михаил Мельников, Александр Халаев, Яна Бурин, Владислава Колоскова, Галина Бруевич и Алина Вебер не смогли одолеть своих соперников в финале и довольствовались серебром. В международном турнире по боксу, посвященном Дню Победы, приняли участие более 70 спортсменов сильнейших на ринге с дюшер номер один БФСО «Динамо». Выявляли атлеты в пяти возрастных категориях от самых маленьких до уже взрослых боксеров. Кроме белорусов на турнире сражались и юные спортсмены из Латвии. Команда небольшая, всего 9 человек. Цель приезда гостей – получить ценный международный опыт. Белорусские тайбоксеры в мире в числе лучших и поединки с сильными соперниками несомненно пойдут на пользу. Приехали, потому что Белоруссия для «Помайтай» она все же самая сильная и мы всегда стремимся к тому, чтобы участвовать с сильными соперниками и самим расти. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова